Я занималась чирлидингом около пяти лет. На тренировках мы занимались чирдансом, это под разные стили музыки, мы танцевали, у нас не было никаких поддержек, ни прыжков никаких, потому что это больше развито в Америке, а у нас такого нет. Почему я помогала своим конкуренткам? Потому что это командная работа, и был эксперт Сергей Никитюк, и я не хотела, чтобы был больше непоняток, какой-то срач, и я просто хотела, я объясняла больше нюансы, я не помогала по позам, никому, только одной-двум девочкам я просто подсказывала, я просто говорила, что как нужно встать, чтобы девочка не получила травму, потому что это никому не нужно в проекте. Я не буду настоящей на проекте для коллектива, это невозможно. Тебе приходится подстраиваться, чтобы избежать минусов для себя. Я сужу по тому, что я получу конкретно по своей работе, а для хорошей работы иногда мне нужны девушки, девушки-участницы, поэтому я с ними контактирую, иду на компромиссы. Это не лицемерие. Нет, я не считаю это лицемерием, потому что рано или поздно я это говорю, не затягиваю, естественно, то есть я использую, говорю, все. Я в жизни не такая, я в жизни не, как возможно многие могут подумать, лицемерная, эгоистичная, совершенно нет, но это проект «Не найди себе подружку», это проект «Топ модель по-украински», и я рвусь к моделингу, а не к подружкам вот этим вот. Нет. Я просто понимаю, что здесь каждый борется и каждый имеет право. Нельзя ожидать, что просто здесь все будут целовать друг друга в щечку, и все будет там культурно, спокойно и нормально. Здесь каждый просто выборивает свое место здесь, и причем с первого же дня. Дорофеева, она очень сильно любит как бы ставить всех на место, и ей иногда кажется, что она умнее всех, и ее комментарии более правильные и доречные ко всем, и это немного бесит, причем не меня одну, это бесит всех коллективно, и когда у них есть своя компания, если один человек сделал что-то не то, остальные все заступаются. До этого момента было так, что они все нападали, а все остальные замолкали и себе тихонько сидели в сторонке. Сегодня этого не происходило, наоборот, все реально уже увидели, в чем состоит истина, в том, что надо просто отстаивать свое мнение и не смотреть на кого-то, на вот эти нападания, потому что так же, как нападают они, точно так же можем напасть и мы, объективно оценивая ситуацию, то есть не просто по каким-то человеческим мнениям, вот ты мне не нравишься, поэтому я там заступаюсь за другого. Объективно, чисто по отношению друг к другу. Я могу сказать, скорее, кто самая большая тупица, которая меня раздражает, это вонючая леопардица, как ее зовут Юля, вот эта страшная мисс Мира. Наша офлайн, так мы ее называем, которая по бильнице онлайн-кастинга, ну она никакая, она ни рыба, ни мясо, ну скорее никакая, она пресная, как улитка, всем плевает на нее, ну она что есть, что ее нет, то есть ты пытаешься давить на человека, по факту, которого ты видишь своим конкурентом, ну это реальная психология человека, то есть, или если человек тупится, она просто существует. Я думаю, что у меня нет кадра, потому что девчата думали, что у меня есть в минулому модельный опыт, не модельный, а фото именно. Но, на жаль, только после попробования я им объяснила, что у меня нет фото модельного опыта в минулому. Я только ходила по подиуму и надеюсь, что сейчас они это поняли. Но на самом деле я не знаю, чего я не думала, сказать им это раньше. Я сказала деколькам девчат, я была уверена, что все это знают, но оказалось так, как Дерифеева и другие девчата этого не знали. Або сделали просто виглядь, что они не знают, чего у меня нет кадров.